Официальная часть праздника началась с торжественного митинга и возложения цветов к мемориальным доскам преподавателя института, кавалерам ордена Слава Ревкату Гайнулину и Владимиру Мясникову. К сожалению, их сейчас нет среди нас, но мы рассказываем о них, нашим студентам, передаем память о них из поколения в поколение. И очень важно, что их имена хранятся в душе нашего института. Война в истории каждой семьи. На от лица молодого поколения ветеранов поздравил Илья Ушаков, студент факультета филологии и истории. Сегодня такой день, такой праздник, где мы все едины, как никогда. Такой день, когда ты осознаешь, что ты наследие великого народа, победителя. Такой день, когда есть место для осмысления ценностей, каких-то действий. Знаете, от лица всех студентов хочется оставить вам спасибо. В актовом зале состоялась премьера театрализованной постановки «Убили память». История юноши, потерявшего на войне свою любимую, растрогала многих до слез. Казалось, что актеры-студенты не играют, а проживают свои роли. Настолько яркими и правдивыми были их эмоции. Личные истории о дедах и прадедах, о том, какой ценой завоевано счастье. Традиционным в Елабужском институте Казанского университета стало проведение военизированной эстафеты «Мы внуки победителей». Ее участники смогли испытать на себе трудности военных лет, перенос раненого, сборы и разбор автомата, натягивание противогаза и другое. Весь Елабужский институт на несколько часов превратился в огромную ретро-площадку. В саду по традиции расположился военный бенд-пункт, мобильный кинотеатр и полевая кухня. Гости кружились в праздничном вальсе, пели песни военных лет и делились впечатлениями. 9 мая для меня самый большой праздник, потому что и отец фронтовик, и дядя фронтовик, и тетя фронтовичка. И благодаря им мы сейчас можем существовать в этой стране. Кульминацией праздника стал парад памятем. Торжественным маршем по площади прошли представители всех факультетов института. Самых главных участников парада, героев фронтовиков, детей войны, тружеников тыла даже более чем 70 лет спустя празднование Дня Победы отсылает в далекий май 45-го. Как и прежде, в них живы чувства и эмоции того 9 мая. Меня, как маму мою, она учительница, на ее отпуск отправили в деревню к каким-то дальним родственникам. И меня положили в коляску маленькую и возили. И вдруг вышел какой-то мужчина и взял из коляски ребенка и понес. Вся деревня, кто с вилами, кто с чем побежали. А это мой отец вернулся с фронта, нас искал, нашел меня маленькую. И вот так вот мы с ним встретились. Я, конечно, этого не помню, мне все это рассказали. Бессмертный полк – это акция, благодаря которой никто не забыт и ничто не забыто. Меня зовут Бочкова Ольга, мой дедушка Байгулов Николай Алексеевич. Он в 42-м году пошел на войну. И в 44-м году он получил медаль за отвагу. За то, что при наступлении на одну из деревень в рукопашном бою он уничтожил четырех немецких солдат. Полторы тысячи студентов, преподавателей и гостей праздника приняли участие в торжественном шествии. Завершился марш на площади памяти, где в роковые сороковые годы мужчины-юноши провожали на фронт. Минута молчания и возложения цветов к вечному огню еще раз напомнили участникам торжества о той дорогой цене, которой досталась победа.